Приветствую вас, скажу сразу, что, я думаю, наиболее такой правильный комментарий дал вам эксперт Кудрячев, его мнение мне показалось самым таким глубинным. Далее, ситуация заключается в том, что на вашу проблему можно посмотреть с разных сторон. И, во-первых, это, конечно же, неудачный брак. У обоих из вас неудачный брак. Какой опыт вы извлекли, чего хотели, чего желали, что вам не понравилось в своем мужчине до этого, что вас не устраивало в вашем мужчине как раз таки, что заставило вас произвести. Вот ответы на эти вопросы вам нужно постараться дать себе, потому что это, скорее всего, мешает вам. Ну, мешает вам в достаточно полной степени освободиться от предыдущих отношений и начать новые. И это, наверное, первый основной момент. Момент проработки вашего неудачного брака. Момент проработки неудачного брака мужчины, вашего молодого человека, тоже очень важен. И это до чего стоит начать. Потому что неудачный брак не может не влиять на то, что вы сейчас друг от друга ждете. Ну, вот вы говорите, я качусь и милый детей. Вам коллега сказала, что нельзя делать это целью. Она брала права. Права по-своему. То есть, действительно, целью это делать нельзя. Я имею в виду семью и детей. И семья и дети – это естественная форма развития отношений между мужчиной и женщиной. Тут, да, но простите, может быть, вы хотите семью и детей только потому, что у вас не получилось это, ну, этого же добиться с предыдущим мужчиной. Кто знает. Но нужно разбираться. Ведь если для вас важен размер, если вы чувствуете, что размер мужчины вас не устраивает, то это же может быть совершенно разный контекст. Может быть, такой контекст, что вас не устраивает все именно сексуально. И тогда вопрос здесь можно ставить, знаете как, физиологически. То есть, насколько вы готовы расширить свои взгляды относительно секса ради своего мужчины, скажем так. То есть, предположим, физиологически ваш молодой человек вас не удовлетворяет. Ну, так было действительно, может быть, такое, что, ну, вот, чисто по физическим параметрам люди друг другу не подходят. Такое бывает. Но в физических параметрах можно чисто физически же заменить. И в этом я не вижу такой, прямо уж, большой, серьезной, неразрешимой проблемы. Почему? Ну, потому что, если, например, вы не чувствуете, что размер вас устраивает, то об этом желательно мужчине сказать, сказать как есть, чтобы он знал и предложить альтернативные способы этого решения. Человек же не виноват в том, что у него определенные физические параметры. Не виноваты. Но если вы его избегаете, он думает, что дело в нем. И не имея возможности себе объяснить, почему так, догадываясь, вероятно, почему так, мужчина просто-напросто наносит себе еще большее вред. Вы, если его любите, то наверняка этого ему не хотите. И если не хотите, то нужно поговорить. Поговорить и сказать ему прямо как есть. Потому что дальше, если вы расстанетесь с ним, то лучше будет, если мужчина будет знать, из-за чего вы расстались. Что заставило вас, например, от него уйти. Лучше будет, если он об этом будет в курсе, чем если он не будет знать, будет гадать и еще больше себе разочаровывать. Ну, я надеюсь, вы в этом со мной согласитесь. То есть момент здесь именно такой, готовы ли вы сделать какое-то расширение своих взглядов, скажем так, в плане интимной жизни. Далее, пишите вы о том, что его ласки стали вам противны. Понимаете как? Это достаточно серьезная проблема. То есть мысль о сексе с ним у вас вызывает отвращение. Либо отвращение вызывает это для того, что вы его не чувствуете. Если тогда вам нужно сменить способ получения удовольствия, либо если мужчина не захочет, а это значит, что он эгоист и неуверен в себе, то вам тогда придется менять партнеров. Потому что, ну, объективно, без полноценного секса, у вас отношения будут одновременно не так, как вам хотелось. Далее, вы пишите, что как человек он замечательный, настроен он серьезно. Иногда, иногда, в очень редких случаях бывает так, что люди договариваются. Если мужчина не может удовлетворить женщину, то она живет и время проводит с ним, а сексом занимаются другие мужчины. История знает такие примеры, когда, ну, такие пары, когда такой был, то есть мужчина свою женщину любит, мужчина хочет, чтобы она, женщина, то есть, в себе, себе ни в чем не отказывала, и ради этого он готов вот ей такое предоставить. Лично я, при прочих равных условиях, то есть при том, что мужчина действительно не может никак свою женщину удовлетворить и прочее, лично я считаю, что это, ну, вообще-то говоря, очень такой сильный и мужественный поступок. Другое дело, что, вот почему не может удовлетворить? Или единственным способом, которого вы хотите, удовлетворить не может? Вот это вот вопрос, достаточно деликатный и серьезный, вам нужно определить его для себя. Потому что, если вы, как я уже сказал, если вы готовы смотреть на ситуацию более широко, готовы пробовать что-то новое, это одно, это хорошо. если не готовы, если ваш мужчина не готов, то откуда здесь взяться, ну, откуда здесь взяться хорошим отношениям? Тогда, к сожалению, все, что между вами, вот, есть, все это временно, и что это пока или у мужчины невидовлетворенность не даст о себе знать, или у вас. Дальше. Еще мне бы хотелось поговорить с вами о, знаете, мне бы хотелось поговорить с вами о том, что вам хочется от детей, семьи и детей. Скажите, вы любите своего мужчину? Или вы воспринимаете его именно в контексте идеального партнера для супружеских семейных отношений? Если вы его любите, то вы принимаете его таким, как он есть, его размером. Если к тому не найдете выход, я уже надеюсь, вы это поняли. И так далее. А вот если вы ищете идеального партнера, который бы удовлетворял вас во всем, то вот здесь, к сожалению, вы можете искать очень долго. Потому что мужчину, ну, как и любого человека, стоит искать не по идеальности, от большинства. И вот то, что вы сейчас оба думаете о создании семьи, а не о том, чтобы выстраивать отношения именно между вами, вот это и является вашей ключевой, корневой ошибкой. Нельзя быть настроенными на создание семьи, если у вас, между вами, уже есть проблема. Нельзя быть настроенными на то, что произойдет само собой, естественным образом, когда придет время. Но вы, тем не менее, это делаете, и в результате у вас возникают проблемы. в небо. Уважаемый аноним, что я вам хочу сказать. Определите для себя, чего вы хотите. Определите для себя, для чего вам семья и дети. Для чего лично вам семья и дети. Попробуйте подняться на уровень выше в том, чего вы хотите. То есть, что вам должна дать семья и дети, и почему они вам должны что-то дать вообще. И желательно, чтобы вы получили то, что вам, по идее, должна дать семья и дети отдельно. Чтобы семья и дети не служили для вас неким таким средством. Прошу прощения, здесь немного оговорился. Не средством семья и дети должны быть а саму целью. И вот саму цель это то, что для вас сейчас наиболее важно. Саму цель. Семья и дети это саму цель, но это производных от отношений между двумя людьми и соответственно отношения между двумя людьми это и есть саму цель. И однажды вот развиваясь, развиваясь, эти отношения перетекут в семейные. Когда мужчина вот неожиданно сделает вам предложение и вы поймете, что хотите с этим человеком просить всю свою жизнь. А пока у вас происходит не так. Пока у вас происходит скорее знаете как замещение. Вот если говорить языком психозаписи, у вас происходит замещение. У вас был неудачный брак. Вы оба не достигли в каждом из своих браков того, чего вы хотите. И сейчас используете друг друга для получения этого. Вы не осознаете, но это так и есть. и прежде чем создавать семью, подумайте, на что вы готовы друг для друга идти. Вы для мужчины, мужчина для вас, готовы ли вы совершать реальные уступки друг другу. Вы известные уступки в плане секса, мужчина даст неизвестные уступки в плане секса. Хотя бы это если все остальное у вас в порядке. Если есть чувство, то готов. Если чувств нет, готовность будет маленькая. И если готовность будет маленькая, то это не тот человек, с которым вам можно строить семью. Ведь вы не будете с ним счастливы. Вы уже не счастливы. А раз не счастливы вы, вряд ли будут счастливы ваши действия. Поэтому пожалуйста постарайтесь подумать обо всем том, что я вам сказал. И сделайте вывод, сделайте вывод и подкорректируйте свое поведение. Предположим, если вы считаете, что неудачные браки на вас не влияют, тогда поговорите с мужчиной, скажите ему все, как есть, честно, откровенно. Ведь в сексе нужно разговаривать. Если вы чувствуете, что брак на вас влияет, то это нужно прорабатывать. Обиды, негативный опыт, страхи, все это нужно прорабатывать, потому что само оно, к сожалению, не уйдет. А если вы расстанетесь с этим молодым человеком, то еще и усилиться может. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего самого доброго и удачи.